Всем привет, с вами Вероника, и сегодня 17 июня, примерно через месяц у меня будет день рождения. И что хочу вам показать. Хочу вам показать мой любимый крем, которым я сейчас буду пользоваться, потому что я его только после ванны. И сделаю такую вот масочку с зелёным чаем, успокаивающую. А вот, а ещё я хотела вам показать, смотрите, купила вот такую бутыль 700 мл от Гарнир, мицеллярной воды. Да, была в миле по скидке, вот около 10 рублей, поэтому я думаю, мне хватит надолго. А сейчас я буду, наверное, кушать и делать новые видео, поэтому всем хорошего дня! А-а-а! Ничего себе! Ага! Сосой голову в холодильник! Ну, давай, если никто не смотрит! Зашла человек! Итак, зашла фикс прайс, а ещё здесь евроопт продукты, а здесь фикс прайс. Сейчас покажу вам, что... Ещё до этого покупала, это вот такие вот ушки, ушки, вот зайчики. Только похоже на нём, как, ой, на нём, похоже на осликах, когда эти ушки, а эти на зайчика, то есть, да, как-то странно. Потом купила такую шляпу большую, она просто гигантская, большая. Мне сразу помыла Леди Гагу. Да-да-да, вот такие шнурочки прикольненькие. Потом вот такие красивые, классные фломастеры. Написано, что смываем водой чернила, смываемые, типа, вот, с одежды. Ну, интересно, но плюс, просто мне нужно было кс-лайнеры, как называют их, линеры. Ну, в общем, цветные маркеры яркие, просто я это... В календарёсе я отмечаю разные там дни, поэтому мне нужно было какой-то яркий, ну, и не один цвет. И тут я вспомнила, что у моей сестры такие фломастеры, они плюс очень вкусно пахнут, прям все вот по разным вкусам, и они яркие, ну, интересные. Поэтому, вау, это был идеальный вариант, плюс, тем более, за 3 рубля, ну, типа, это вообще супер. Итак, далее, тут у меня ещё вот такие влажные салфеточки, очень вкусно пахнут, да, только что нюхала. Влажные салфеточки, вот, универсальные, для очищения и увлажнения кожи каждый день. Вот. Коти. Коти, да, называется? Soft Car. Коти. КТ. Да. Короче, вкусненькие такие вот здесь. PH Balance. Протеинный рис. Экстракты льна и хлопка. В общем, вот такая вот огромная упаковка, 130 штучек здесь. Так, дальше. Эть, где-то у меня, а вот, орешки. С этой серии очень вкусные были орешки с беконом и сыром, по-моему. Вот, сметаной и зелень ещё. Взяли такие, надеюсь, понравится, тут получается как в фонировке. И гвоздь этого выпуска, это вот такой вот скейтборд. Он, правда, маленький, но зато, я думаю, он выдержит, ну, сколько? 55 килограмм точно. 57, думаю, тоже выдержит. Ну, главное, это, мамам не давать. Парням, наверное, тоже. Они же весят больше, чем 57. Вот, ну, вот как раз и нога сюда помещается, и нормально. А вторую, ну, там, поставишь так вот, да, бочком. Прикольно, сейчас я пыталась покататься. Ну, сейчас классно, я уже хочу на улицу попробовать убиться. Вот, короче, очень прикольная доска. Мне как раз такую хотела цветную. Колёсики довольно-таки хорошие, механизм тоже хороший. Ну, в общем, я думаю, что мне понравится. Покатаемся. Да, покатаемся, в общем, сейчас уже лето, всё классненько. В общем, вот такая доска, я её тоже очень давно видела. У нас всё не было в этих, в продаже, так скажем. Ну, вот, наконец-то появилась, и плюс мы ещё взяли сестре. Вот, ну, в общем, из фикс-прайса это будет всё. Вот такие вот обновочки. Возможно, в скором времени покажу обзор, полноценную уже во всём расскажу и покажу вам. Ещё недавно была в Ами мебель. Купила такие полотенчики. Вот, есть такие маленькие, это чисто для лица. И вот такие уже побольше. Ой. Прям на камеру. Потянула за это, и она такая... Короче, мы это не видели. Так вот. Вот это вот, она здоровая, я даже не помню, сколько там её такие средние и... Ой. Прекрасно. Вот. Вот такие вот полотенчики с Ами мебель. Там просто была скидка. Далее потом покажу вам... Вот такой надувной матрас на одну персону. Короче, вот. Тут не стучит палатка. Короче, вот такой вот он. И насос. Вот такой насос, ну, ножный. Ножкой качать не автоматически. Но... Хоть что-то. Уже хорошо. Так. Там на природу, там или ещё куда можно. Или самому отдельно на ней спать, как сейчас жара будет, лето и так далее. И ещё вот такие... Ой, вот такие, да, два покрывала. То есть здесь Британия. Вот. Такое покрывало красивое. И здесь у нас тоже, по-моему, Лондон. Да. Вот таких вот два покрывала красивеньких. Да, вот. Видите? Красные будочки. Всё как надо. И здесь, в общем, вот такая красота. Уже что-то такое в дом. Обновочки такие. Вот. Плюс там были и скидки очень большие, классные. И они, в принципе, всё время делают. Ну, нет, не всё время, да? А когда они делают? Раз в год? Раз в год. Раз в год скидки 50%, короче, да. Если этот вот покрывало стоило где-то сколько? Около 100 рублей. То я где-то купила его за рублей 20 примерно. А второе где-то, наверное, чуть меньше. Ну, примерно. То есть, вы понимаете, да? Как бы так же и с матрасом, так же и с полотенчиками. То есть, ну, надо, в общем, успевать в такие моменты. И чтобы денежка была на это. Потому что, ну, сами понимаете, это 100 рублей, это 100 рублей. То есть, ну, это нереально бывает в целом за один раз так. Но вот. Иногда фартит, иногда... Так, и переходим к еде. Это у нас кетчуп. Еда. Бугов. Далее. Ой, поплыл уже тесто наше. Тесто слоёное, замороженное. Уже оно не замороженное. Замороженное. Потом вот такие белорусские свиные сосиски. Я бы хотела сделать хот-доги. По-адамски. Вот, кто понял, тот понял. Далее. Это такие мармеладки. Рошин. Слушай, у нас ничего нет с чаю. Вот. И вот такая вот минералка бунаква с лимоном. Два литра. И... Соса соло. Литр с холодильничка. Всё как надо. Да, мини-мини, но да. Уже жара, хочется больше пить, чем есть на самом деле. Ну что, господа, новая очередная закупка. Итак, начнём мы с помидорчиков черри. Вкусняшечки любименькие. Так, далее у нас будет, возможно, будет салат. Возможно, будут ещё ананасы в салат. Вот такие мы купили кусочками. Конечно же, как же без этого малыша молодого, российского. Далее. Вот такая водичка, кстати, очень вкусная. Кто помнит, что была раньше такая вода родниковая. О, нет, как там? Родниковая какая-то вода. Вот, тоже похожа по вкусу. Далее это будут вот такие вот два творожка. Чудо. Творожок два слоя. С малиной ежевикой. Вкусняшки. Далее майонез, возможно, в этот салат. Филе. Потом вот такие роллы мы опять взяли. Угу, с соусами пока этот. С соусами очень вкусно, кстати. Потом вот такую банаковую малинку. Роллтон на чёрный день. Хрутка. Медовый хлопья. Вот такие, я думаю, на завтраке. И вот молочком. Вот. Всё, мы отдали сколько? 37 рублей. Вот за это. Как вы считаете? У меня каждый раз один и тот же вопрос под конец. Как вы считаете? Это оправдано? Это? Это оправдано? Ну, такое, знаете ли, с нашими зарплатами это, конечно, жесть. Вот это вот, да? Почти 40 рублей. Офигеть. Конечно, может, я неправильно перевожу, но типа, ну, неважно. Суть вы поняли. Да. На пару раз буквально. Всем привет, с вами Вероника. И сегодня у нас 19 июня. Да. Я на работе. Вот мой аутфит очередной. Фаунбой. Да, здесь ещё в конкурсе бьётся божья коровка. Идём смотреть, что мне принёс курьер. Потому что мой молодой человек, моя любимка, заказал мне еду на работу. Там, кебаб. Вот. Поэтому мне очень интересно, что там. Что там. Как оно по вкусу. Так что мы сейчас с вами посмотрим, будем тестировать. Это два кебаба. Здесь картошечка, кола, кетчуп. Один кебаб будет с ананасами. Ну, а второй более такой стандартный. И это маленький называется рассвет. Маленький. Мне тут на два или три раза маленький. Всё, пока в пакетиках. Пробуем картошечку. Ммм. Вкусненько, кстати. Прикольно, вкусно. Пожарено, в меру солёненько. Картошка вкусная. Одобряю. Называется заведение What the Kiebub. Вот. Поэтому имейте ввиду. Это будет кебаб классический. Здесь курочка, капуста, огурчик. Что-то там ещё. Сейчас будем тестировать. Буду пробовать. Соус тун. Знаете, что напоминает? Прямо офигенски, как с чесноком. Типа сметанка, чесночок или что-то такое. Офигенски вкусно. Как будто, знаете, я ем завернутую пиццу. Не знаю, как вот по-деревенски называется. Огурчик, капустка, зелень. Вот. Очень вкусно. Реально очень. Вот такая она большая. Прошу прощения, это называется шаурма. Да. И это вторая, написанная Франция, с ананасами, курочкой, грибами, капустой. И опять же должен быть, по сути, тот же соус. Чесночный. Вот. Ну, в общем, пока вкусненько. Сейчас буду еще ананас клевать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Думаю, ну блин... Главное, что не дождь... Ну да... Население... В мире 13% населения людей нетрадиционной ориентации... Ну, поняла, да? Да... 13% населения... Итак, очередная закупочка... И начинаем с чудо-чудного и диво-диво... Так что? Да? В общем, вот такой творожок слоеновый и два слоя... Вы уже его видели у меня... Да-да-да... Он опять же здесь... Передаю эстафету... Далее... Вот такой сырочек ласковое лето... Табулы там с бутербродиками... Такие как... Сэндвичи... Бутербродики... Ну вот... Такой хлебушек... Как там был... Удачи... Товар удачи... Надеемся, что... Я выиграю квартиру в Минске... Да... Да... На меньше мы не согласны... Они скажут... Выиграли машину... Скажем... Нет, подождите... Какая машина? Так... Чай такой вот новенький... Я заметила... Не знаю... Попробуем... Тут крыжовники... Живи... Ой-ой-ой... Такие ягодки... Ну интересно будет... Далее... Купили вот такой вот... Такие сливки... Со сгущёнкой... Почему? Месть покажу... Потому что... Буду делать эти... Мороженка... У нас есть формочки... Там с экспресса покупала... Вот... И будем делать... Потому что мы отдыхали... На отдыхе делали... Очень было вкусненько... Замораживали... Собственно... О морожене... Да... Пока мы ещё не сделали мороженое... Мы... За нас уже... Это... За нас уже сделали мороженое... Вот... Ему купили готовое... Короче... Вот... Латомка... И здесь ещё такого... Гошу ещё купила... Гоша... Вот... Слушай... С какого... Он же за малого детства... Гоша уже... Да... Сколько лет там... Вечно Гоша попугает... Вот... Короче... Я люблю... Посточу лёдик... Своим... Мещением с мороженком... Вообще будет круто... Далее... Да... Только для завтрака... Как бы ничего... Ну... Ладно... Как бы... Потом дальше... Сахарная пудра... Потому что... Взяли... Взяли... Потому что... Потому что мы часто готовим... Там какие-то десертики... И вот потом не хватает реального сахарной пудры... То есть... Чем-то хочется сырпануть... Там... Но бывает... Вот знаете... Как бы... Ничего последнего нет... Короче... Так вот... Сахарная пудра... Сахарная пудра... Это очень блюдо... Да... Делать... И у нас нечем делать... Поэтому... Да... Потом вот такой спелый... Я не знаю... Не пробовала такой... Белёзный сок... Даже не знаю... Что за... Ноу-нейм... Белорусский... Понятно... Далее... Вот этот... Рико соус... Сырно... Очень вкусно... Просто... Ну нормально... Типа... Всё закрыли... Типа смысл... Ничего... Нормально... Вкусненько будет... Там... Всё... А знаешь... Как всегда было прикольно... Когда... Вот... Я помню... Куда там ехали... Типа... Мы там... Типа... Там... Мне казалось... Вкусное сочетание... Мяска... Обычного... С огурчиком... А колбасами... Угу... Правда? Да... Вот наша будет... Нарезка... Отдельная тарелка... Вкусные мышечки... Да... Угу... Еще огурчик... Еще такая колбаска... Наша любимая... Ну... Сюда режем... Угу... Что же тут... Оставлять-то... И огурчик... Угу... 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 Ну... Угу... Дай мне... Исца... Опять тот же палец... И я перед этим этот палец... Тоже это... Короче, чистила... Не давай... Тут я Tennita... то есть перед дождем собираться то есть я хотела в магазин и заснять видосики и сейчас я понимаю что там очень хреновая погода возможно дождь еще не пошел но все собирается и все к этому идет уже и не знаю какой раз это происходит и меня это огорчает типа какого хрена собираюсь вообще если все равно все будет не видно тут же видосик все просрала реально у нас в общем опять дождик идет не знаю что за погода что за лето и дня нет чтоб без дождя вот серьезно уже наверное так вторую неделю да считайте каждый день дождь да и на самом деле очень прохладно то есть пишется что 20 с чем-то градусов на самом деле холоднее серьезно в общем всем приветики это у нас очередная закупочка еды где-то около 60 рублей то бишь где-то по какому курсу я уже не понимаю 25 долларов 27 долларов по старому 30 долларов примерно да итак начнем с конечно же сыра нашего российского молодого потом такая сахарная вата надеюсь что будет вкусненько вот маршмеллоу мои любимки далее биг-боб видите с телятиной и аджика вот думаю тоже будут вкусненькие орешечки потом колбаса колбаса сервелат венгерский сервелат пишет венгерский солями короче все на футболе как будто ну вот кусочек мне очень нравится потом вот это просто не знаю вкуснее всего наверное всего мясного не знаю очень вкусно наша любимая колбаска новинка она шедевральная просто далее это такие огурчики малосольные потом это фисташки так вот таких два киндера принцесса не знаю надеюсь на лучшее все ай потому что прошлый раз такое себе было кроме русалочки помидорчики вот эти самые вкусные желтенькие огурчики я сказала колбаску сказала молочком 3,6 потом молочку крутку к сожалению без меда но все же далее вот такой вот майонез вот такой вот кетчуп для мариновки маринования вот таких вот крылышек у нас будут киевси на домах крылышки филе ножки да еще вот взяли ананасики да и будем то мариновать завтра послезавтра будем уже выготавливать по главе конечно же вот такая вот вкуснясенькая потом вот такую фантомальнику мне на работу настоящий сок березовый с лимоном вот тоже обожаю вот и зефирчика про хрутку я говорила что в прошлый раз покупала хрутку от месле и там был с медом здесь обычно но да ладно короче вот так все все будем кушать так что кто кушает тоже всем приятного аппетита тут дождь идет это не идет хочется спать на самом деле очень очень сильно когда такая погода дождливая у меня была одна клиентка она подумала что мне семнадцать она говорит сколько вам семнадцать я говорю немного больше он говорит восемнадцать восемнадцать прикол открыла на себя новые пирожки называется орешник боже это это прекрасно это сладкий уголок примерно от планеты рок безумно вкусный пирожки просто безумно кайф называется взрослая жизнь вот это не смотрите это не мое а вот это все такое детский сад детский сад держи что за запах ты будешь точно это есть давай тебе заодно протестируешь можно ли этот корм давать животным он не хочет это что меня лоханул обалдеть они вообще не голодные ах ты ах ты ах ты зараза там для тебя вот смотрите они даже не хотят вот так вот идем в магазинчик такие что то нарядные всем привет и сегодня у нас новая очередная закупочка продуктов и начнем с клубники на рынке купили клубники сколько здесь килограмм килограмм клубнички вот потом смотрите тут будут вещи из фикс прайса вернее вещи и еда с фикс прайса и из другого магазина короче вот купила такие пухлые кролики маршмеллоу вкусное суфле с вкусным баблгам вот две упаковочки потом вот такие киндерочки свинка пеппи пеппи пиппи вот может там распакуем потом вот такой вот чесночок полезных продуктов сушеный измельченный написано в фикс прайсе так же это в другом уже магазине продуктовом сливочный сыр плавленый конечно сыр российский вот такой вот молодой так кофе якобс мама пьет такой монарх по восточному вот далее вот такие вот орешки очень кстати вкусные с телятина и аджикой очень кстати классненькие мягенькие вкусненькие вот потом тоже в фиксе вот такие вот привезли конфетки милка такие очень симпатичные прям блин классные смотрите ну красоточки как валентинки потом вот такой интересный баунти ну это просто обычно в магазине райское манго вообще интересно я такое не видела еще у нас проводить потом колбаска венгерский сервелат вот вкусненькая такая кусочек потом вот такие фикс прайсе вафельное печенье рассыпчатое готовим курочку с картошечкой картошечку вот замариновали в сырном соусе с приправами чесночком все как надо вот сейчас разогреваем духовку а пока готовим курочку развариваем так скажем потом будет сырок шампиньон всякие соусы что там еще у нас будет а у нас мы не будем просто грудку фаршировать или салат когда будем делать понятно можно так покажи что будет так теперь что мы будем можно этот шампиньоны и и и и и потом лук потом сливочки и наверх все с сыром да а еще лимончик немножко сейчас спрызнем вот так и мы и и и и Продолжение следует...